здравствуйте дорогие друзья подписчики и сегодня у нас 4 4 часть про психосоматику мы сегодня проговорим про то что делать чтобы ребенок не болел а в следующем выпуске мы уже поговорим про взрослых и так за предыдущие три части мы разобрали то психосоматика происходит из-за непрожитых чувств на возникает психосоматические реакции психосоматические симптомы из-за того что человек бежит от своих чувств не проживает их мы выяснили что непроживание возникает по одной из версии с которой я согласен при совпадении трех факторов это первая изолированность точек не сообщает о своих чувствах не транслирует их во внешний мир другим людям одержит в себе второй фактор это интенсивность что не готов к такой интенсивности эмоции не так не готов к такой интенсивности своих чувств то есть не тренируется не растет по отношению к своим чувствам то есть может расти, допустим, в спортзале, поднимать больше весов. А здесь та же самая тренировка. То есть по-хорошему человек должен тренироваться и брать все больше и больше чувства, позволять себе проживать. И третье – это неожиданность. То есть человек не ожидает этой ситуации. То есть он думает, что с ним это никогда не случится. Ну и, соответственно, если человек думает, что с ним что-то никогда не случится, то это вселенная как раз делает так, чтобы это с ним случилось. На самом деле не вселенная даже, а его подсознание, или бессознательное, говоря научным языком, притягивает эту ситуацию, делать так, что с ним это происходит. В двух, соответственно, других эфирах мы разобрали, как происходит психосоматика у детей, как она может быть своя, может приходить от родителей разными способами, либо из рода. И на второй части мы разобрали, какие причины вообще возникновения психосоматики, как работают атласы, и что вообще, как быстро возникает симптом, и что такое психосоматика в более таком широком смысле. Итак, поехали. Это все было в предыдущих частях. Сегодня у нас про ребенка. И первое, что хочется сказать, что нужно, чтобы был счастлив ребенок. Давайте на взрослых возьмем. Для взрослых, что такое быть счастливым? Как вы считаете? Что для вас счастье? Что определяет ваше счастье? То есть, например, если у вас будет какой-то там долг, абуза, который нужно отдавать, будете ли вы счастливым человеком? Если вам необходимо о ком-то заботиться, например, необходимо, да, заботиться о ком-то, будете ли вы счастливы? А если необходимо выполнять какую-то работу, которая вам не нравится, будете ли вы счастливы? Если необходимо изучать то, что вам не нравится, допустим, вот сейчас мы заставим вас, ну, к примеру, да, представьте, что вас заставляют, вы там издали, допустим, закон такой, что надо изучать, к примеру, высшую математику, да, сопромат, и нужно его знать на зубок и сдавать экзамены всей стране. Если не сдаешь экзамены, тебя выгоняют с работы, например, или выселяют из жилья. Ну, такая утреженная история, да, допустим. Как вам будет? Как вам от этого будет? Стоите ли вы счастливее от этого? Ну, кто знает сапромат, сейчас скажет, вообще не вопрос, прям сейчас сдам экзамен. Ну, таких, наверное, людей немного, и, скорее всего, здесь таких нету. Вот. Но с детьми происходят подобные вещи, вот это такая затравочка, да, пока, которые его не делают счастливым. То есть счастье – это, по сути, свобода выбора. Да, понятно, что свобода выбора в принципе не существует, да, и мы все равно так или иначе ограничены какими-то вещами, там, кто-то ограничен деньгами, кто-то ограничен перемещением. То есть мы не можем сейчас там, например, оказаться на Бали, там, на берегу океана, да, хотя, может быть, кто-то оттуда смотрит, ну, окей. Не можем, вот прямо в эту секунду не можем. Кто-то может завтра, например, поехать, а кто-то может через год поехать, а кто-то вообще, ну, не может поехать по объективным причинам. А кому-то, может, это и нафиг не упало. Вот. То есть свободы, как таковой, нету, но при этом в голове она все равно есть. И когда возникает вот свобода, возникает возможность жить своей жизнью, то есть заниматься тем, чем хочется и получать результаты те, которые хочется, то человек становится счастливым. То есть когда вы занимаетесь своим делом, своим хобби, соответственно, приходит вот это состояние, состояние наполненности. Ну, что для вас вообще счастье, да, свою картину транслировать, что для вас счастье, вот сейчас подумайте, можете даже там в комментариях к последнему посту написать, поделиться. Счастье, да, или в комментариях под видео, кто смотрит записи, поделитесь, это интересно, интересно послушать. То есть для меня это такое состояние наполненности, ресурсности, понимания, что, блин, как классно все, как супер, что я живу, что я живу в этом мире, что я нахожусь в этом месте. С этими людьми, в этих обстоятельствах, в это время, блин, как это восхищает. Ничего лучше просто быть не может в эту минуту. Все лучшее, вот оно здесь. Что тебе для счастья надо? Ничего, вот оно уже здесь. Что вам нужно для счастья? Вот оно здесь. Вот сейчас я вам транслирую про психосоматику. Здесь у меня реально состояние счастья, мне кайфово, мне интересно про это рассказывать. Я могу долго про это рассказывать, мы, конечно, сейчас планируем минут на 30-40, но я могу долго-долго, особенно если вы будете вопросы задавать, это может растянуться на 4-5 часов легко. А если это будет личная беседовая, то можно долго. Начнем еще прорабатывать всех, и тут вообще пойдет полезен. Счастье – это быть здоровым, жить эту жизнь со своей семьей. Ну, здоровым – это тоже такое понятие относительное. Для кого-то здоровье – это просто руки, ноги, которые двигаются и, в принципе, не болят. Для кого-то здоровье – это нечто большее, это еще внутреннее состояние. Ну, и много-много еще чего. То есть это тоже нужно для себя понимать, что такое здоровье, что это для вас. Что значит жить эту жизнь со своей семьей? Тоже, ну, я немножко покритикую, да, уж простите меня, да, поделились на примере. Все-таки разберем, да, жить со своей семьей. Как жить? То есть в бедности, в богатстве, может быть, без разницы, как, да, главное, со своей семьей. А чем вы будете заниматься там через 10 лет, например, через 20 лет? Что вы будете делать? Также сидеть на диванчике рядом. Здесь вот как раз очень… Это очень важные вопросы, на самом деле. Что вы будете делать? А как вот вы хотите, допустим, прожить жизнь с детьми? А как вы хотите с ними прожить? Чем вы будете заниматься? Вот, ладно, немножко философия потянула. Давайте чуток все-таки вернемся, да? Ну, то есть счастливый ребенок – это, по сути, свободный ребенок. Свободный ребенок. А как ребенок может стать свободным? Как мы уже говорили в прошлом эфире, что основная причина психосоматики ребенка – это тревожность мамы по отношению к ребенку. То есть когда мама переживает, ой, ой, шапку не надел, простынешь, заболеешь. Ой, ты не то поел, ой, будет тебе плохо. Ой, вот это ты неправильно делаешь, нужно делать по-другому. То есть вот это мама, которая не дает получать ребенку свой опыт, то есть не дает жить своей жизнью. То есть она его просто тормозит, тормозит. А если у мамы прям сильная тревожность, то ребенок это чувствует, и он просто перестает развиваться. И в ряде случаев, когда ребенок плохо разговаривает или не разговаривает вообще, то есть те, которые ко мне обращаются с такими вопросами, мы в первую очередь работаем с тревожностью мамы, потому что она у таких детей, как правило, очень высокая. Да, и она высокая, да, сейчас многие скажут, что она же высокая, потому что ребенок не разговаривает. Да нет, нифига, она высокая была еще до того, как он не заговорил, до того, как ему еще не положено было разговаривать. Вот, и эта тревожность привела к тому, что он просто не развивается даже. Даже элементарные навыки, такие как речь у ребенка не появились, а что говорить про счастье, да. Хотя некоторые дети, которые не разговаривают, у которых там реально есть патология, диагнозы, они, некоторые из них выглядят действительно счастливыми. Ну, это вопрос такой, риторический, скажем так, потому что мы на самом деле не знаем, счастливые они или несчастные. Ну, опять же, все по-разному, кто-то счастлив, кто-то не особо. Хорошо. Про тревожность, да, поговорили. То есть вот первое, самое главное, это убрать вот эту тревожность. То есть, второй момент. Хотел вот об этом, на самом деле, в конце поговорить. Ну, ладно, раз идет сейчас, буду говорить сейчас. Второй момент, да, то есть у каждой мамы есть какие-то ожидания от ребенка. То есть сначала эти ожидания от того, как этот ребенок будет рождаться. Там еще у некоторых есть ожидания, как он будет зачинаться. Потом, как будет протекать беременность. И третье, самое важное ожидание, как он будет рождаться. И вот это ожидание о том, как он будет рождаться, чаще всего не соответствует реальности. И реальность разворачивается совершенно по-другому. Поэтому я рекомендую беременным женщинам прописывать прямо на листочке, ручкой, минимум три сценария родов. И один прям ужасный. Чтобы его прописать на бумажечке, сжечь и быть готовой ко всему. Не привязывать к какому-то одному. Вот тогда роды протекают, как правило, легко. И когда есть ожидания, то ребенок уже может получить травму. Со мной что-то не так. Ну, казалось бы, вот такой еще комочек, который только родился. Какие там психоэмоциональные травмы? Да нет, вот как раз таки, вот этот комочек, он живет исключительно языком эмоций и чувств. И он начинает жить этим языком, ну, месяца шестого. Ну, по сути, зачатие, конечно, оно там немножко другое восприятие. Ну, месяца шестого, седьмого, это уже прям такое материалистичное восприятие чувства и эмоций. Вот, и, соответственно, если мама ждала чего-то, и она такая, блин, облом, не получилось родить так, как хотелось, то ребенок, соответственно, такой, блин, со мной что-то не то, надо мне быть другим. Каким другим, непонятно уже. То есть, что с ним не так, не ясно. Они, вот это возникает потерянность, да, то есть, сразу уже отключка от своего пути там. То есть, такой шаг в сторону, да, назовем даже так, от своего пути. Что с этим делать? Прорабатывать. Прорабатывать в расстановках. Можно со мной, например. Далее, ребенок рождается. Опять от него есть какие-то ожидания. Ну, к счастью, вот от первого года там чаще всего никаких ожиданий особо нету. Их как-то не транслируют, да, там рассказывают много про рода. А вот про первый год мало кто что рассказывает. Ну, и это хорошо. Вот. Ну, там тоже у кого-то дети спят хорошо, у кого-то не спят. Кто-то сам провоцирует ребенка на то, чтобы он не спал. И, в принципе, я об этом много говорил тоже в эфирах. Можете посмотреть записи, да, может, мы проведем еще тоже в ближайшем будущем на эту тему еще один эфир. Много не бывает, как говорится. Вот. У тревожных родителей, у тех, которые делают много лишних действий, как правило, дети спят плохо. Ну, то есть, для меня лично, если ребенок плохо спит, значит, есть проблемы. Поэтому я часто спрашиваю, когда ко мне с детьми приходят, обращаются, я спрашиваю, как вы спите. Если спят хорошо, то значит, что ребенок, скорее всего, здоров. И мама, скорее всего, более-менее адекватно относится к этому процессу увеличения семьи, да, то есть к проживанию вот этого опыта, когда семья стала больше и более-менее нормально воспринимает. Если ребенок не спит, значит, есть какие-то проблемы, которые нужно решать, которые нужно прорабатывать. Серьезно имеется в виду проблемы, да. Хорошо. Далее. И в эти первые года жизни ребенка мама рисует его жизнь. Каким он там будет? Может быть, он должен стать программистом, лучшим. А может быть, должен стать лучшим пловцом. А если мама бухгалтер, то он должен стать бухгалтером. А если папа гонщик, то ребенок непременно должен стать гонщиком. А если папа в гонках травмировался, то он должен стать кем угодно, только не гонщиком. А если мама там увлекалась карьерой, то ребенок, конечно, должен любить деньги, Я должен любить карьеру, тоже двигаться по карьерной лестнице, быть таким же материалистичным и так далее. То есть формируются какие-то ожидания, которые могут перетекать в такие действия. Да, в действия, то есть ребенка начинают отдавать в какие-то секции, начинают его вынуждать, дают ему какие-то знания, пичкают его, может, какими-то видеороликами или какими-то навыками, которые ему по большому счету особо-то и не нужны. И он от них пытается отнекиваться, а ему это пихает, пихает, пихает. Вот, ну, одна из классик, да, мой ребенок плохо кушает, он не доедает и начинает пихать всякие, всякой там химии, чем угодно, там, вплоть до таблеток каких-то доходит, которые там провоцируют аппетит. Ну, не ест, не ест. Ну, то есть с голода ребенка, дети еще не умирали, ну, так, объективно. Да, если видно, что у него идет уменьшение массы, то эти вопросы нужно решать. Ну, там, как правило, это опять же связано с тревожностью, тревожностью мамы. Вот, а если все хорошо, все эмоционально ровно, то, ну, там бывает до периода, когда ребенок просто мало ест, потом начинает много жрать, компенсировать это дело. Вот, все дети разные. И какой ваш ребенок, по факту, вы не знаете. Ну, можно узнать это, там, можно обратиться ко мне, там, да, посмотреть вообще, какие таланты есть у ребенка, я это умею видеть. Можно обратиться к астрологии, тоже посмотреть вообще, какие у него есть негативные, да, скажем так, аспекты, да, его личности, которые нужно как-то компенсировать и выяснить, как их компенсировать. И какие у него есть положительные стороны, которые нужно развивать. И там бывают очень неожиданные вещи. То есть, может быть, ребенка нужно, там, отдать на плавание, например, а может быть, на фехтование. Вы когда-нибудь думали, что вот вашему ребенку подходит фехтование, например? Ну, никто же не знал, и он даже не видел, что есть фехтование. В принципе, там, большинство детей даже не видели, что такой вид спорта есть. А вот ему, может, заходит, и каким-то чудесным образом в соседнем доме с вами есть школа фехтования, а вы ее проходили и даже не обращали на нее внимания. Может быть, ребенок, там, любит литературу, и он хочет, там, читать с рождения, там, ну, с рождения условно, да, там, в 4 года научится читать и будет в захлеб читать, а вы его, там, мучаете каким-нибудь спортом. А может быть, ребенку нужно играть в игры, может быть, развивающие, а может быть, какие-то не очень развивающие. И тоже есть, то есть, есть дети, которым реально необходимо играть в игры. И даже вот у меня есть клиент, над которым издевались, то ли в детском саде, на саду, то ли в школе, не помню точно. Вот, так он приходил домой, запускал игру и представлял, что он, вот там, игру драка, там, типа Mortal Kombat, что-то такое, и представлял, что он мочит вот этих своих обидчиков. И буквально за несколько недель они от него отстали, потому что я, говорит, к ним прихожу, я понимаю, что я сейчас вот так ударю, а потом вот так ударю, а потом вот так ударю. Я просто это понимал. И, говорит, и все это закончилось, травля закончилась. Почему? Да потому что он прожил эти эмоции в компьютерной игре. Я уверен, что большинство зрителей, кто сейчас слушает, смотрит, об этом даже не задумывались, а вот оно вот так вот. И это могут быть разные игры, это могут быть там шахматы, это может быть прям какой-то такой трешачок, 16-18+, да, такое бывает. И, да, ладно, я не буду углубляться, это тема такая, которую сейчас для кого-то это шок, а кто-то сказал, о, какую-то фигню несет. А ну нет, просто такое бывает, да, кому-то из детей нужно просто спокойствие, им нужно там побыть одному, кому-то нужно научиться медитировать, кому-то нужно создавать кризисы, то есть создавать какие-то вызовы, чтобы ребенок проходил какие-то сложные задачки, решал в жизни, там типа вот квест-комнат и так далее. Каких-то детей нужно там постоянно менять им среду, новую среду давать, то есть менять там детский сад, менять школу, например, чтобы у них постоянно был новый коллектив. Для других, наоборот, нужен постоянный коллектив, для них будет большой стресс к изменениям, с кем-то нужно переезжать, с кем-то нужно путешествовать, с кем-то нельзя путешествовать. И насколько вы, кто смотрит и у кого есть ребенок, насколько вы знаете своего ребенка, что он хочет, а что он не хочет. Кем-то нужно ходить в горы, например, на природу, а кому-то эта природа нафиг не нужна. Он дома будет сидеть и просто смотреть в стену, ему будет хорошо, он будет развиваться в таком ритме. Кто-то будет классно учиться в школе, а кого-то фикс доставишь и не надо заставлять, он там на троечке и так договорится, как-то закроет свой аттестат на тройке и будет счастлив и потом откроет какой-то крутой бизнес. А кто-то кому-то вообще на деньги пофиг и он никогда нисколько не заработает и даже не будет пытаться зарабатывать, и это нормально. Он проживет счастливую жизнь, там, в кавычках, в бедности с вашей позиции, да, для него это будет наоборот счастье. Великое там в шалаше с любимым человеком. Или вообще без семьи. Кому-то, ну, семья не показана, скажем так, в этой жизни. Тоже нормальная история. То есть все дети разные. И если у вас нет ответов сейчас на вопросы, то это стоит задуматься и обратиться ко мне, к астрологу. У меня супруга, кстати, астрологи занимаются там на правах рекламы. Тоже можете обратиться. И узнать. И попробовать. Опять же, не значит, что это стопроцентная информация. Нужно пробовать, смотреть, изучать своего ребенка. У вас, блин, рядом человек живет, а вы, может, не знаете, чего он хочет. И потом ко мне приходит. Ой, мой ребенок не хочет учиться в школе. Блин, а вы сами-то хотите в этой школе учиться? Кстати, много с таким запросом приходит. Мой ребенок не хочет учиться. Мой ребенок не хочет ходить там на карате. Мой ребенок не хочет ходить на шахматы. Я там шахматистом с каким-то разрядом, а мой ребенок не хочет. Так, блин, ему эти шахматы нафиг не упали. И это напрямую связано со здоровьем. Опять же, если подходить с позиции астрологии, то там сказано, что ребенок может быть счастлив, если с ним общается отец. И отец делает с ним то, что интересно ребенку. Конечно, достаточно такая полярная точка зрения, скажем так. Я с ней не могу не согласиться и не могу не опровергнуть. Я считаю, что не все так однозначно в этом мире. И кому-то, в принципе, возможно. Кому-то отец-то, в принципе, не особо-то и, скажем так, играет важную роль в его жизни. А кому-то он критически необходим. И речь идет про биологического отца. Ну, мы же понимаем, да, мы живем в реальном мире. И с биологическим отцом некоторые женщины ничего не могут сделать, потому что там неадекватно. И это нормально, не надо пытаться туда лезть. Нужно просто этот гешталь закрыть и двигаться дальше, искать другие отношения, прорабатываться и строить отношения по другому сценарию, с другим человеком. С другим человеком, в смысле, по складу характера, да, с другой личностью, с более зрелой личностью, да, которая готов вкладываться в отношения. Вот, но тем не менее, оба родителя играют важную роль. И стоит с ребенком проводить время и делать действия, которые действительно его помогать ему, двигать его, разговаривать с ним и так далее. Вот, это такой ключевой момент, который просто про действия, который нужно вот просто узнать, поговорить с ребенком, конечно же, да, выяснить, какие у него мечты и так далее. Узнать и просто делать. Просто делать, 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 делать. Далее, да, то есть, если мы говорим про конкретику, психосоматику, то, чтобы ребенок был счастлив, чтобы он не был зажат, и чтобы он легко разговаривал, чтобы он не болел, был здоров, что нужно? Нужно, чтобы у вас, и у вашего мужа, или у вашей жены, да, были классные отношения с родителями. Классные, это не в смысле, там, чмоки-чмоки, да, там, любим друг друга, нет. Хорошие отношения, это что? Давайте прямо сейчас, критерии хороших отношений с вашими родителями. Взрослого человека со своими родителями. Когда вам звонит родитель, или вы видите его фотку, или просто вспоминаете, вас не передергивает. То есть, вы берете, о, классно, мама звонит. Алло, мам, привет. Или, о, классно, папа звонит. Привет, как дела? И нет обратного перекоса, соответственно. Ой, надо срочно маме позвонить, маме позвонить. Сегодня не звонила маме, или мама сегодня не звонила, наверное, с ней что-то случилось. Ой, а папа, папа не звонил, он же обещал позвонить и не позвонил. Ой, я не могу жить, если с папой сегодня не поговорю. А как же он, как же он, надо срочно поговорить с папой, или срочно поговорить с мамой. Вот, то есть, нет такой созависимости. Ну, не поговорили там с родителями, скажем, там 3-4 дня, нормально вам. Не звоните им каждый день, не спрашивайте, о, как дела, что у вас случилось, и ничего ли не случилось. То есть, вот это тоже, ну, созависимость, перекос, соответственно. Вот, простой способ проверки, да. Ну, и, соответственно, когда вы с ними встречаетесь, общаетесь, то вам легко разговаривать на любые темы. Вы там ничего не скрываете, ничего не договариваете, а вас не трясет, не передергивает, не хочется их послать куда-то и так далее. То есть, вы о них вспоминаете просто хорошо. Когда вам приходит идея про родители, живо они или нет, это не имеет значения, вам просто хорошо становится. Но не супер хорошо, не экстаз там случается, не оргазм. Есть такое тоже, да. Вот. Соответственно, если у вас так, поздравляю, у вас уже огромный паст вас не касается. При этом, да, вам может быть такая ситуация, что вам не о чем поговорить с родителями, это нормально. Это нормально, это не значит, что у вас там плохие отношения, просто не о чем говорить, просто разные люди. И это все прорабатывается в расстановках достаточно легко. Не в классической психотерапии. Родители прорабатываются в расстановках. У меня даже есть интенсив, не знаю, может я его проведу, повторю, в ближайшее время, может быть не в ближайшее, а родительский интенсив, где мы за меньше чем неделю встаем на свое место в родовой системе и родители расставляем тоже по своим местам. Очень легко делается, быстро. И там остается только подполировать, скажем так, дошлифовать в индивидуальной работе уже там совсем чуть-чуть. Если же не расставиться по местам, то прорабатывать по сути вообще бесполезно. Потому что вы прорабатывать начинаете чужие травмы. Травмы мамы, травмы папы. Вы встаете в позицию мамы, встаете в позицию папы. Ребенка ставите в позицию мамы, в позицию папы, в позицию сестры, брата и так далее. То есть там такие искажения происходят. Там ребенок может занимать позицию бабушки, дедушки, вообще кого угодно. И, конечно, там, ну если вот такая мешанина начинается, то есть вы думаете, что это ваш ребенок, а подсознательно это у вас ваш дедушка. И там, конечно, возникает, ребенок начинает раздражать, ребенок начинает вызывать страх, он начинает вызывать прочую историю. Он болеет, он страдает, он мучается и так далее. То есть вот эти искажения приводят к различным последствиям, к самым разным. Все, что угодно может происходить в результате вот этих искажений. Они случаются у подавляющего большинства людей, кто не работал с этим. Поэтому первый шаг – расстановка на, по своим местам. Вот. Метод расстановок, еще раз повторю, потому что другими методами это может растягиваться на год. Далее. Что еще? Есть родовые программы, да, в прошлый раз мы тоже об этом говорили. В принципе, вкратце повторюсь, да, что если там, допустим, прадедушка там тонул или у него кто-то тонул, ребенок может бояться воды. Ну, здесь это исключительно проработки. То есть вы ничего не сделаете. То есть нужно идти с симптомом. Ко мне идете с симптомом, говорите симптомом, мы находим, в чем причина и прорабатываем ее. Как правило, вот эти фобии, страхи, они приходят из рода. То есть кто-то в роду, кто-то из предков. Как правило, это довольно близкие, то есть это чаще всего бабушки, дедушки, ребенка. Испытывали те же самые страхи. И родители об этом вспоминают даже, да, что там было то же самое. Так, хорошо. С родом разобрались. С тревожностью тоже. И еще такой момент, что если мы берем психосоматику, то симптоматика, вот прям обострение симптоматики, оно происходит, когда конфликт разрешается. Ну, то есть был страх, например. Страх каким-то образом проработался. Ну, человек, допустим, прожил его. И так далее. И у него происходит обострение симптома. Там, например, болел правый бок, он прожил страх, тело начинает расслабляться, происходит обострение, начинается там кашель. Допустим, да, если это было легкое, начинается кашель, отхаркивание, там, мокроты, причем бывает там зеленая мокрота, если это легкое было, долго напряжено. И потом все это быстренько проходит в срок там от нескольких часов до нескольких дней. Проходит без симптомов, без лечения, без всего остального. Вот это нужно понимать, да, что есть вариант хронической болезни, когда конфликт пытается разрешиться, но не может, потому что есть блокирующий конфликт, мы с этим, мы про это говорили на прошлом эфире, кто не смотрел, посмотрите. А когда он может разрешиться, это единичная болезнь. Поэтому, поэтому стоит по-другому относиться к болезням. В принципе, что это не проблема, которую нужно решать, а это уже решение проблемы, которая была. И круто, что эта болезнь наступила, то есть нужно позволить себе порадоваться болезни, не бояться и бежать от нее. Ой, опять заболел, ой, опять лечиться, ой, опять горе-горе. Ну, блин, становится еще хуже по факту. То есть напряжение еще больше возрастает. То есть и так человеку плохо, а тут еще мама, хочется сказать, придурочная бегает в истерике. Ну, кайфово, вообще не кайфово. А если мама говорит, о, слушай, ты заболел, круто, значит, у тебя проблемы разрешились. Давай мы сейчас просто с этими симптомами разберемся и все будет круто. Вообще, ты какие-то новые навыки обретешь. Да, как-то по-другому будешь на мир смотреть, раз у тебя что-то там проработалось. Классно. Болезнь, это классно, супер. Молодец, что ты заболел, молодец, что ты с чем-то там справился. Не важно с чем. И вот даже сегодня мне рассказали историю. жила-была девочка, болели у нее зубки. И долго там собирались, 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 в итоге попали к стоматологу, который под седацией вылечили там сразу пол рта, может быть, даже весь рот. Ну, короче, такая прям хорошая была длительная процедура. Так вот, ну и казалось бы, да, тяжело, сложно, все дела, там девочка после этого ее рвало, ей было плохо. Но буквально на следующий день после этой истории у нее значительно улучшилась речь, значительно улучшилось понимание мира. И она начала показывать новые навыки. Ну, то есть у нее произошел, проще говоря, скачок в развитии, причем очень конкретный скачок в развитии. Вот, и мне задали вопрос, как так получилось? И она еще влюбилась в эту томатологию, более того, несмотря на то, что ей там было хреново после этого. Как так произошло? Вот так произошло. Потому, что психосоматика, она такая, неважно, с какой ты стороны заходишь, со стороны головы или со стороны тела. И здесь зашли со стороны тела, потому что зубы, это тоже психосоматика. И зубы тоже в какой-то мере можно остановить процесс разрушения. Я не говорю, что там можно регенерировать, исследования на тему регенерации небольших кариесов тоже есть. И это тоже случается. Небольшие кариесы могут регенерировать. Большие, ну, извините, это уже стоматология и все остальное. И здесь получается зубы полечили, там все эти воспалительные процессы убрали, все дырки залатали, все продезинфицировали, все залепили пломбами, то есть в теле решили ряд напряжений. Соответственно, в мозгу они тоже разрешились. и есть случаи, когда после операции там человеку что-нибудь вырезали и он меняет осознание на мир, причем сразу после наркоза просыпается такой, блин, оказывается я что-то как-то по-дурацки на мир смотрел, что-то как-то не надо было мне так смотреть, можно было по-другому. Можно и так лечить психосоматику, не вопрос, кто-то так лечит в больницах хирургии, даже в редких случаях таблетки так помогают осознать что-то, это прям редко. Вот такие неожиданные способы лечения есть, но опять же не всегда, если человек не готов осознать, то тоже это не прокатывает. опять же, психосоматика, если говорить про психосоматику, то симптом там не так важен, телу несложно поменять симптом, то есть, если вы физически вылечите симптом, а голова еще не готова поменяться, то симптом вылезет в другом месте. Для тела это не проблема, оно в другом месте будет сигнализировать о помощи, о помощи мозгам. Помогите моим мозгам. Вот. Да, и соответственно, не нужно, опять же, повторюсь, для каких-то детей развитие идет через кризисы. И вот этот стоматолог для девочки, как раз она развивается через кризисы, мы смотрели ее сегодня, вот этот стоматолог, он был кризисом для нее? Ну, это конкретно кризис в принципе для любого вменяемого человека. Стоматология вот в таком формате, да, чтобы полу рта полечили, это кризис, это больно. В любом случае. Морально, физически. Вот. А многие родители такие, ой, надо беречь своего ребенка, чтобы с ним ничего не случилось. Кого-то может и надо, но не всех, далеко не всех. так, хорошо. Вопросы, кстати, тема-то интересная. Вопросы, вопросы, нет вопросов. Хорошо, значит, все понятно, супер. Мы еще продолжим эту тему в следующем эфире, там это про взрослых, там будет еще интереснее. про детей, давайте еще раз пройдемся. Так, что делать, чтобы ребенок не болел и был счастлив? про обострение рассказал. А, да, про травмы, про физические травмы, вот эта тема тоже. А физические травмы, знаете, вот сколько ко мне приходили с физическими травмами, они случались на ровных местах. То есть, это там чаще всего сломал ногу там дома где-то. Вот даже у нас друзья приходили и дочка там залезла у нас на шведскую стенку, что я упала, сломала руку. Вот прям здесь у нас дома. Казалось бы, как-то можно сломать, там внизу мат лежит. Ну, так сложилось. Что это такое вообще травмы? Откуда они? Ну, во-первых, часто, опять же, эти травмы случаются у детей, родителей, которых находятся в тревожности, чтобы родители еще больше потревожились и поняли, что уже тревожиться, дальше некуда и надо как-то что-то менять, отцепиться от своего ребенка. Да, на тему сепарации может там на тему того, что мама чересчур опекает ребенка, там может быть что угодно происходить. Вообще всякие-всякие реальные симптомы. И волосы могут выпадать, и лишай может наступить, и аллергические реакции кожные могут быть, когда вот мама просто затюкивает ребенка. Аллергия может быть на какой-нибудь холод, солнце, вот это на самом деле аллергия на маму чаще всего, не всегда. Много всего может быть именно из-за вот этой зависимости, оверопеки, чрезмерной опеки. и травмы тоже случаются часто по этому поводу. Травмы могут быть так же, как разрешение конфликта, то есть в теле было напряжение, это напряжение проработали, и тело, чтобы скинуть это напряжение, оно просто берет и ударяется об стенку там, в какую-нибудь ближайшую, ломается косточка, и в этот момент происходит сброс вот этого напряжения, вот этой энергии, просто никуда. Но, как правило, такие переломы очень быстро и легко заживают, вот именно которые связаны со сбросом напряжения излишнего, которое уже проработалось. Если же оно не проработалось, то там сложные переломы, которые долго сращиваются, сращиваются неправильно, и приходится заново ломать и так далее. И вот здесь, кстати, остеопатия прекрасно работает, вот такая прям традиционная остеопатия, после переломчика там плавника мягонько постоять на костях, даже уже после наложения гипса это можно сделать. Чуть-чуть поманипулировать это абсолютно безболезненно, ну, может быть, чуть-чуть болезненно, да, ну, это прям по минимуму, если там, ну, реально что-то прям больно, может быть, немного болезненно. И, как правило, после вот такой работы и проработки еще эмоционально там видно сразу, остались ли какие-то эмоции с этим связанные, все прекрасно срастается довольно быстро и мне лично я ломал палец, я взрослый человек, да, ломал палец, он сросся за пять дней. Ну, я работал много, каждый день, палец на ноге большой. Коллега ломал ногу, бедренная кость, но ему надо было очень быстро встать на ноги, там прям очень надо было. так он тоже что-то за неделю срастил, снял гипс и пошел. То есть, да, такое бывает, что все очень быстро происходит, правильно срастается, без всяких этих неожиданностей, да, скажем так. То есть, травмы, случаются травмы, бегом к остеопату, если хотите, ну, прям вот максимально бережно это пройти и еще и по пути может быть, что-то проработать, потому что это тоже не случайно случается. И по сути, я расцениваю все травмы физические, как психосоматика. Вот, и здесь тоже, да, сразу забегая немножечко вперед, уже тему следующего эфира, но все-таки учите детей проживать боль. Такой совет под конец. Не бежать от боли, как там делают большинство родителей, просто такая традиция, да, изначально у нас в обществе есть, ну, в России, по крайней мере, не знаю, как в других странах, что вот, если там ударил что-то, то там у тебя не боли, у волка боли, там у лисички боли, у всех боли, короче. То есть, избегание, избегание боли. Или там палец ударил, там, зажми палец посильнее, чтобы он посинел, тогда ты не будешь чувствовать, что там болит, или вообще наложишь гут на руку, чтобы всю руку не чувствовать. Вот, а если ожог, то бегом под холодную воду, она там заморозит, то ты ничего не почувствуешь. А если синяк давай, лед подкладывает, тоже ничего не будет болеть, и все будет супер. Ну, это подход, избегание. И, по сути, вот эта боль, она остается непрожитой, может оставаться в теле. Да, это из жалости, это действительно из жалости происходит. И вот жалость, она противоположность развитию. И я вот много работал с детьми особенными. Сейчас что-то не работаю как-то. Не то, что не работаю, я работаю, да, но такой массовки нет. Одно время была прям массовка. И там вот действительно такая атмосфера жалости к детям. Ну, от родителей идет такая вот, такой вот прям, не жалко, жалко своего ребенка, жалко ребенка. И это, в принципе, нормально, но это одна из причин того, что они вот такие, что они не развиваются, они даже какие-то базовые навыки не могут получить. То есть, они абсолютно вот просто обрублены в развитии. И, к сожалению, вот я тоже там отказался от кучи таких клиентов, потому что работать надо с родителями, а родители не готовы вообще работать. То есть, они такие привели ребенка, а сами там, ну, мы пойдем погуляем, пока с ним поработаете там. Ну, далеко не со всеми, конечно, так прокатывало, что кого-то там приходилось держать, развлекать и так далее. Вот. И когда я предлагал, давайте поработаем с вами, они, ой, ой, нет, 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 у меня времени нет, у меня возможностей нет, у меня того нет, пятого, десятого, мне его не с кем оставить и так далее. А по сути, весь ключик, он как раз там, потому что там либо идет проекция на какого-то родственничка не самого успешного, удачного, да, либо это вот такая чрезмерная опека, как правило. Хотя вариантов очень много, там все очень-очень разнообразно, каждый случай индивидуален. Вот. И поэтому учите их идти в боль, идти в боль и просто говорить там, например, что, о, тебе больно, слушай, ну ты прям зайди в эту боль, попроси посильнее, вот оно вообще, ты посильнее просишь, оно станет посильнее и сразу пройдет. Оно вот сейчас поболит и пройдет, и ты станешь сильнее, и ты станешь круче, и ты станешь быстрее или ожог, наоборот, поставить под горячую воду, как бы это варварски не звучало, да, поставить под горячую, прожить вот этот жар, ощущение жара, не нужно под холодную. И я неоднократно видел, мне люди рассказывали, когда проживаешь вот этот боль ожога, волдырь сворачивается сразу, ну то есть он оседает в течение нескольких минут, ну то есть буквально там за 5, 10, 15 минут волдырь исчезает, если прожить боль, и на следующий день на этом месте маленькая едва заметная корочка, и ничего не болит, ожоги вот именно с волдырем, ну понятно, что там просто покраснение, они и так проходят. Ну, можно верить, может нет, можно не верить, а можно проверить, как говорится. И это не значит, что нужно сказать детям, давай, мучайся там, да нет, конечно, нужно оказать первую помощь, нужно там обнять, поцеловать, сказать, ты справишься, все будет хорошо, ну пусть поболит, все нормально будет, все супер, нет, ни в коем случае нельзя бросать ребенка, нужно быть рядом, чтобы он понимал, что у него есть поддержка, пока у него есть поддержка, и доносить до него, и до себя доносить, да, что 18 лет, ну плюс-минус, он будет сам, потихонечку эту поддержку убавлять, 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 да, к 18 годам, к 18 годам, дорогой, неплохо бы тебе куда-нибудь съехать и начать свою жизнь, а мы тут с мамой или с папой, да, вдвоем, твои мама с папой хотят провести время наедине, ты нас за 18 лет уже немножечко поднадоел, давай, мы останемся и будем жить своей жизнью, вот, ну и в целом, да, и еще одну, одну историю, да, совсем забыл, спасибо, напомнили, не пытайтесь быть идеальными родителями, это самая фатальная ошибка, быть идеальными родителями, вы ими никогда не станете, помимо прочего, у вас нет даже картинки идеального родителя, вы даже не знаете, как это, а если знаете, то сядьте, напишите на бумаге, что значит быть идеальным родителем, напишите портрет, сфоткайте и скиньте мне, чтобы я узнал, если вы разрешите запостить, я прямо вот у себя в канале выложу эту картинку, чтобы все знали, что такое идеальный родитель, не переживайте, опять же, с моего опыта, с позиции астрологии, с позиции еще кучи других наук, ребенку все равно придется ходить к психотерапевту, чтобы зажить своей жизнью на все 100%, ему также придется проживать кризис среднего возраста, ему также придется проживать пубертат, и вам тоже придется его проживать, хотя не факт, что вам придется проживать, если вы все правильно делаете, он практически будет минимален, я знаю людей, которые прекрасно со своими подростками живут и кайфуют, все кайфуют от этого, так что оставьте эту идею и просто живите, кайфуйте, и самое главное, живите своей жизнью, да, то есть тоже, ребенок, когда видит, что вы живете своей жизнью, он тоже будет жить своей, благодарю за прослушивание, благодарю за внимание, за то, что дослушали до конца, кто хочет побольше узнать, пишите мне в личку, записывайтесь на диагностику, записывайтесь на консультацию, записывайтесь на астрологическую консультацию, пожалуйста, продуктовая линейка расширяется, подписывайтесь на мой телеграм-канал, кто еще не подписан и до встречи в ближайшее время, завтра я анонсирую в телеграме следующий эфир, возможно, он будет последний в цикле психосоматика, в этом цикле про психосоматику еще буду говорить обязательно, буду говорить всю жизнь, вот, все, благодарю и всем пока, до скорых встреч.